Приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры, наступающей неделе в среду будет один из самых радостных, самых светлых дней в году. Будет праздник, с которым не только в сознании, но, я бы сказал, и в подсознании связана какая-то ликующая интуиция, светлое видение мира и жизни. Это праздник Благовещения. Конечно, для современного, расцерковленного, постхристианского подхода к религии, к вере, в евангельском рассказе о Благовещении, из которого вырос праздник, найдется особенно много поводов, чтобы говорить о мифах и легендах. Разве это бывает, скажут позитивно мыслящие и рационально настроенные люди? Разве это бывает, чтобы ангелы являлись молодым девушкам и вели с ними разговоры? Неужели же верующие надеются, что люди 21 века, люди технологической цивилизации, цифровизации и научной настроенности в это поверят? 21 век. Неужели верующие не понимают, как все это несерьезно, сказочно и неправдоподобно? На эти вопрошания, может быть, даже на смешке верующий человек, верующее сердце может всегда дать только один, все тот же ответ. Да, увы, включить это в плоское миросозерцание действительно невозможно. Да, пока разговор о Боге и о религии ведется в плоскости химических опытов и математических выкладок, побеждают поверхностное мнение и торжествует псевдо-легкая победа. Тут доказывать или отрицать, что бы то ни было, без помощи химии, физики, цифровыми технологиями нельзя, просто невозможно. И на языке науки, конечно, ничего не значат слова «ангел», «благая весть», «радость», «смирение». Но зачем ограничиваться религией? На этом языке ничего не значит приличная половина слов вообще и в поэзии, и в литературе, и в философии, и вообще во всей мечте человеческой. Да, несомненно, важно думать о производстве и экономических законах, о коллективах и программах, о предприятиях, о бизнесе. Но мир так не думает, особенно сегодня. Их, ох, как много нужно нечеловеческих усилий, чтобы он думал так или, вернее, делал вид, что так думает. Часто говорят, все то, что мечта, неправда, потому что этого нет. Но на деле люди всегда жили, живут и будут жить мечтой. И все самое глубокое, самое нужное для себя выражать на языке мечты. Я не могу на нашем человеческом языке объяснить, что произошло более двух тысяч лет назад в маленьком галилейском городе, о чем повествует Евангелие от Луки. Но мне думается, что рассказ этот человечество никогда не забывало, что эти несколько строк воплотились в бесчисленном количестве картин. И это подтверждение тому, что человечество не забывает этот факт, происшедший во Вселенной. А посмотрите, сколько поэм, молитв. И они продолжают и продолжали, и продолжают вдохновлять. А это значит, что люди услышали в них что-то бесконечно для себя важное. Услышали какую-то правду, которую, по всей вероятности, иначе, как на этом детском, радостном языке выразить нельзя. О чем эта правда? Что случилось, когда молодая девушка, почти девочка, услышала внезапно? И с какой глубины, и с какой высоты это удивительное приветствие, радуйся. Ведь это и сказал Марии ангел, радуйся. И вот посмотрите, мир наполнен томами о борьбе. И нам хотят доказать, что путь, к счастью, лежит конкуренцией, полный прагматизм, цифровизацию. Я знаю, трижды уже повторяю это слово. И осуждение, зависть, ненависть. И во всех этих томах ни разу не написано слово «радуйся». И сегодня многие, особенно молодые люди, даже не знают, что это такое. А вот та радость, о которой возвестил ангел, продолжает трепетать в мире и так же потрясать, так же волновать человеческие сердца. Войдите в храм, вечер под Благовещение. Дождитесь того момента в этой длинной службе, когда после долгого ожидания, долгого нарастания хор начинает петь. Петь так тихо и так божественно прекрасно. Архангельский глаз в опиемте чистая. Радуйся, Ипаки реку радуйся. Прошли века. А мы все слышим, этот призыв к радости, и радость теплой волной заливает наше сердце. Но о чем она? Конечно, и прежде всего о самой этой деве. Образ которой наполнил собой мир, образ которой смотрит на нас с икон, образ которой стал одним из величайших и чистейших воплощений человеческого искусства, человеческой мечты. Верность, чистота, целостность, всецелая самоотдача, бесконечное смирение, все то, что навеки звучит в ответе Марии Ангелу, все раба Господня. Будеми по глаголу Твоему. Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности. В славянском языке, в древнеславянском языке, рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И она, Дева Мария, действительно отдала Богу свою жизнь, свою волю, свою судьбу, приняв верой, то есть непостижимым доверием, весть о том, что она будет матерью воплощенного Сына Божия. «Скажите, если в мире во всей его богатой и сложной истории что-нибудь выше и прекраснее, чем этот человеческий образ?» Действительно, как поет Церковь о ней, о причистой и благодатной, вечно радуется всякая тварь. И на редукцию человека к его низменному, страстному животному, на подчинение его непреложным и безличным законам природы Церковь отвечает образом Девы Марии, при чистой Богоматери, той, к которой, по словам поэта, всегда возносится от великой полноты сладчайшие людские слезы. Так вот, радость наша в этот День Благовещения в том, что здесь преодолевается та неправда, та ложь о человеке, которая все время наполняется мир. Радость любования, радость обладания. Этот образ всегда с нами, как утешение и ободрение, как вдохновение и помощь. Радость о том, что, глядя на него, так легко верить в небесное призвание человека. Радость о благовещении, о благой вести, принесенная ангелом, что люди обрели благодать у Бога и что скоро, скоро через нее, через эту никому неизвестную галилейскую девушку начнется совершаться тайна спасения мира. К ней придет Бог. И придет не в грохоте, не в страхе, а в радости и полноте девства. И через нее воцарится в мире ребенок, слабый и беззащитный, но который навсегда, навеки, сделает бессильными все силы зла. Вот, собственно, то, что празднуем мы на благовещении. Вот почему праздник этот всегда был и навсегда останется такой радостью, таким светом. Еще раз повторюсь, понять и выразить это в иных категориях невозможно, потому что все так называемое научное, цифровое восприятие мира к тому как раз и сводится, чтобы некоторые своевольно, безапелляционно пытаются объявить несуществующему, ненужными и вредными целые измерения человеческого опыта и несуществующими все те слова и понятия, в которых он был выражен. Для того, чтобы дискутировать на таком научном языке, нужно, наверное, предварительно опуститься в какой-нибудь темный погреб или яму, где не видно небо, потому что оно отрицается, где не светит солнце, и потому его нет, где все уродливо, а порой еще и грязно и темно, и потому отрицается красота, где невозможна радость, и потому все, все злые и грустные. Но если выйти из погребальной теплоты, темноты, вылезть и подняться, попадаешь в ликующий радостный храм, и там опять слышно «Архангельский глаз в опиемте чистая, радуйся, Ипаки реку, радуйся». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин